МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте. В эфире программа О чём говорят. Сегодня к опыту самарских врачей присматриваются их коллеги со всех регионов страны. Наши медики разработали новые способы лечения травм грудной клетки. Практически без операции, без осложнений и долгого пребывания на больничной койке. Позади почти 10 лет упорного труда, и сейчас получены патенты РФ. Почему этому особое значение? В любом травмпункте, в любом городе, в любой стране вам скажут. Ежедневно обращаются сотни людей. А потому этот опыт дорогого стоит. У меня в гостях врач высшей категории Ольга Аршалутова и доктор медицинских наук, доцент Самарского государственного медицинского университета Евгений Измайлов. Здравствуйте. Спасибо большое, что пришли. В принципе, вас, наверное, можно назвать папой и мамой вот этого опыта, да? Наверное, да. Наверное, да. Ну, здесь еще несколько соавторов. Да, большая команда врачей. И тем не менее, когда мы начинаем говорить об этом опыте, то называются именно ваши фамилии. И, значит, Ольга Юрьевна у нас работает в больнице имени Пирогова. А вы? Самарский медицинский государственный медицинский университет. Да, то, как мы только что назвали. Институт постдипломного обучения. Вот так. Ко всему прочему. Мы начали говорить о том, что патенты Российской Федерации, я вижу, у вас вот эти вот красивые, замечательные патенты лежат. На столе долго этого ждали. Ну да. Чтобы получить патент на способ изобретения, а в данном случае это способ лечения больных, оригинальная методика совершенно, проходит, как правило, не менее четырех лет. Вот так вот. С момента зарождения патента. Пока они убедятся, что опыт действительно одни позитивные результаты, никаких негативных не несет в себя. При этом начинаешь этот патент, конечно, с практической стороны медали, а потом уже оформляешь в виде именно изобретения. То есть, как бы клиника клиникой, а оформляются бумажные все дела уже как бы в последующем. Поэтому вот эти вот работы, они действительно где-то зарождались в 2005 году, 2006 году, а сегодня уже 13-й год. Зато это официальное признание заслуг, и патенты они дают, в общем-то, многое. Совершенно верно. Это, чтобы получить патент на способ изобретения, выдают в Москве, а институт специально занимается, ФИПС он называется, проводится поиск по международной программе. То есть, это не только российские какие-то наработки, а это международные наработки. Не случайно поэтому, после того, как мы получили эти три патента, мы уже получили из двух зарубежных компаний как бы предложение внедрить эти патенты за рубежом. Насколько мне известно, отказались вы внедрять? Мы нисколько отказались. Дело все в том, чтобы внедриться в зарубежную как бы линию. Каждый российский патент нужно подтверждать за границей. Стоимость подтверждения стоит денег, причем немалых. Вот, скажем так, если в Германии подтверждать этот способ, это полторы тысячи евро. И как бы такие средства, вы понимаете, что медики не очень богатые люди, чтобы из карманы... Я думал, да, не наоборот вам за то, что вы этот замечательный способ им приносите, готовы заплатить. Любые суммы... Нет, это уже после. Это уже после. Это если... Когда будет внедрён патент, тогда уже... Хорошо. Давайте вернёмся непосредственно к вашему методу, чтобы телезрители понимали, что же такого замечательного вы делаете. Потому что у нас ведь практически любое ДТП заканчивает с травмой грудной клетки. Там поход, я не знаю, туристический какой-то. Случаев огромное количество. Падение. Падение, да. Ну, я бы не сказал, что именно травмы грудной клетки. Как правило, мы говорим о сочетанных травмах. То есть, да, грудная клетка, как правило, страдает не в последнюю очередь, скажем так, и в той или иной степени повреждается. Есть такое понятие, как ударная волна. Любое падение – это ударная волна. А ударная волна, она повреждает прежде всего как мягкие ткани грудной клетки, так и каркасные структуры грудной клетки, к которым относятся прежде всего ребра. И когда ребра начинают повреждаться, конечно же, страдает и легочная ткань. Я уж не говорю о колото-резанных всяких там ранениях. Безусловно, в плевральную полость могут попасть и воздух, и кровь. И вот мы, по сути дела, в этих патентах пропагандируем активный подход к методам лечения, консервативного лечения. Потому что до нас, по большому счету, до 30% пациентов на эту тему оперировались. Им делали широкие торакотомии или любые другие операции. Ольга Юрьевна внесла очень такое правильное замечание. Она очень верно сказала, без операции. То есть раньше при малейшей, при всех этих травмах, нужно было делать операцию. И больной сталкивался с огромным количеством... Процентов 30, да. А там же операции, там же и сопутствующие всякие не очень приятные факторы. Конечно. Во-первых, это наркоз органированный. Это наркоз, это разрез, это опять же вход в полости, те, которые пострадали. Вы придумали, как это все можно лечить без операции? Или в большинстве случаев без операционного вмешательства? На самом деле здесь революционного-то ничего, может быть, и нет. Но вот система как бы именно активного, активной санации плевральной полости, она нами сформулирована именно в этом виде, по сути дела, впервые. У меня большая просьба по поводу терминов. Система и последовательность. Да. Очищение плевральной полости от крови, от воздуха. Она как бы мы предложили, ну, одни из первых. Потому что до нас тоже принимали консервативное лечение, которое включало пункции плевральные. То есть через иглу удаляли и воздух, и кровь. А через дренажную трубку тоже самое делали. Но никому в голову не приходило, после того, как сделаешь плевральную пункцию, промывать плевральную полость так, как это мы делаем на операционном столе во время торакотомии или торкоскопических операций. Все гениально и просто получается. Все гениально. А вот Ольга Юрьевна внесла еще очень интересный, по сути дела, компонент. А можно Ольга Юрину скажет? Он меня подводит. Я подвожу. Дело все в том, что мало того спунктировать как бы плевральную полость, удалить что-либо, но включить вовремя физиотерапевтические способы лечения – это самое главное в этом вопросе, как оказалось. Или, по крайней мере, одно из главных компонентов, которые, в общем-то говоря, это одно из тех новшеств, которые мы и запатентовали. Потому что и патенты называются использование физиотерапевтического метода лечения в той или иной патологии. А вот Ольга Юрьевна здесь вот нам расскажет, какие в основном мы применяли способы. Опять же, мы не применяли каких-то новых, совершенно новомодных физиотерапевтических методов, способов. Мы прибегали абсолютно к стандартной нашей физиотерапии. Это воздействие магнитным полем, это воздействие лазеротерапии, это воздействие электропроцедуры различного назначения, это ингаляционная терапия. Просто мы в каждом конкретном патенте описывали, скажем так, порядок и способ, и последовательность этих действий. Применяемых, в принципе, каких-то там функций, вы свой порядок, свою очередность им дали, и получили совершенно другой результат. И получили совершенно другой результат. И поэтому у нас вот как-то... Причем родились не один патент, а мы сразу... В один день почему-то отправили. Я вас привык, просто вы знаете, что... Я протестирую, что пишут средства массовой информации. Использование в клинической практике запатентованных методов в лечении травм грудной клетки выводит не только больницу, но и всю самарскую медицину на качественно новый уровень. Совершенно верно. Потому что, если проанализировать имеющуюся литературу по этому вопросу, все равно процент оперативных вмешательств составляет сегодня 15-17%. Это в среднем. В лучших клиниках он снижается. Сейчас внедрены торакоскопические методики и так далее. И тому подобное. Но, как показал опыт и практика, вот эти методы позволяют во многом сократить количество операций до 10%, до 11%. В зависимости, конечно, от патологии, понятно. У меня здесь тиво, что в два раза количество операций сократилось. Ну, с 30 до 10 или с 20 даже до 10% это, в общем-то говоря, хороший результат. Потому что любая операция, даже блестяще выполненная, это риски. Прежде всего, это наркоз. Ну, и, как бы так сказать, инвазивные методики лечения. Вопрос сразу на засыпку. Коллеги-то вот из других больниц, вот сейчас уже патенты у нас появились, начинают применять вот этот опыт? Или у нас пока это только больницы Пирогова отличается? Значит, я могу сказать такую вещь, что эта методика сейчас широко обсуждается в рамках научной общественности. Почему? Потому что вот буквально в июне месяце, до 15 июня, мы будем апробировать диссертацию. Анатолий Николаевич Ститов, наш заместитель главного врача по хирургии, будет защищать кандидатскую диссертацию. Ну, это называется этап апробации. То есть впереди все равно еще какие-то процедуры, да? Конечно, это научный труд. Это не просто какая-то билетристика научно-популярная. Нет, я думаю, что все уже доказали, людей лечите в два раза быстрее. Мы получили патент, это хорошо. Значит, другие больницы должны принимать позитивный опыт. Вот так оно и будет. Так оно и будет. Но сначала, как бы так сказать, патент, плюс научные статьи, которые уже опубликованы в большом, надо сказать, количестве. Я просто думаю, какое количество операций можно было бы избежать людям, которые не попали в Пироговство, лечатся в других лечебных, заведениях. Принципиально, да. Внедрение вот этих технологий позволит значительно сократить количество операций. И самое главное, мы уже выступали с этими идеями на двух национальных конгрессах по заболеваниям органов дыхания. Первый конгресс проходил, 20-й конгресс проходил в Москве. Я там выступал с докладом о травме грудной клетки, где, по сути дела, эти патенты были озвучены уже тогда. И в Уфе в прошлом году выступал я тоже по травматическим повреждениям грудной клетки. А там это международный форум, были специалисты и клиники. Я так понимаю, что заинтересовались этими. Конечно, совершенно точно. То есть, этот метод позволяет во многом решить очень серьезные осложнения. Понятно. Спасибо вам большое. Мне подсказывают, просто время подошло к концу. Насколько мне известно, готовится и монография, и защита диссертации на эту тему. И дай бог, чтобы как можно быстрее этот метод переняли. Спасибо. Болит не только Самарской области, но и всей России. Конечно. В целом. Спасибо вам большое. Я напоминаю, это была программа «О чем говорят». Смотрите нас на канале «Губерния». Спасибо вам еще раз. Смотрите нас на канале «Губерния»!